Тили-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли- Искренность. Встречная искра. Оттуда и оттуда. Ну ладно, это я так. Ну вот оттуда и оттуда. Откуда оттуда и оттуда? Вот человеку говоришь, искренность, он говорит, какая такая искра. Но ведь дети рождаются все искренними, а взрослые уже не все искренние. Что происходит со взрослыми? Куда девается искренность? Куда? Заляпывается. Куда? Она спрячется. Она прячется. Прячется. Родители ляпают. Ну естественно. Куда девается взрослых? Начинаем с детства. Начало там. Не ходи, не делай, нельзя. Это страшно, это опасно. Зажимает, зажимает, зажимает. А первое такое, самое вообще жесткое, это твуду покрестили, выбрали даже религию за человека. Хорошо, если покрестили, а если обрезали. Это вообще отдельная большая тема. Я каждый раз, когда ее касаюсь, вот у меня уже сейчас, вид, даже за меня прет, состояние поднимается, просто это безумие. Ты правильно назвал. Управляемое. Да. Человек не осознает, что он делает. Но сам факт, что все вот эти вещи программные, они получаются, как куполом накрывают в человеке искорку. Искорка разгореться в пламя уже не может, интереса нет. Пока этот купол есть. Да, потому что там папе надо, маме надо, я за них сделаю. Мама с папой там картошку садят, я буду полоть, ездить, я буду то делать. Мама с папой сказали, такое образование, мама с папой, мама с папой. В итоге своего нет, и ребенок проживает жизнь родителей, своей искры нету. Единственная компенсация, которая может быть вот этой искре, интересу, да, это деньги. И это такая подмена вообще невероятная. Потому что, когда человек считает, что он пойдет получать работу и будет на этом богатым, да, то так не бывает. То есть деньги, они, если ты их ставишь впереди локомотива, то локомотив разбивается о деньги. Он не может их толкать вперед. И деньги не тянут локомотив. Локомотив едет на интересе. Деньги в топку не кидают. Это не солярка, это не бензин. Это, это, а бензин, солярка, это все, это интерес. Он, благодаря этому локомотив едет, да. Но тогда, если валит локомотив, то деньги едут прицепными вагонами. И тогда их количество не ограничивается. И это невероятно. Вот эта подмена, она настолько, 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 потому что деньги, они тоже связаны с полем интереса. И они связаны со светом. Как бы их не перемещали в поле тьмы, да, они связаны со светом. Но они могут свет перекрывать, а могут следовать за светом. Вот. И когда они следуют за светом, тогда их, ну, все великие, посмотри, как великие. Они все были обеспеченными людьми, потому что они по интересу валили. Вот. А что такое свет, за которым валят деньги? Интерес. Интерес, да. Билл Гейтс. Он что, деньги шел зарабатывать? Ребят, смешно. Илон Маск. Он деньги шел зарабатывать? Если бы они шли за деньгами, ничего не было бы. Но смотри, какую роль, например, вот эта вот ограничительная часть сыграла у многих ученых. В том числе и у Эйнштейна, и у Теслы, и у них. Да? Это люди, которые... Они валили по интересу. У них были деньги. Но в какой-то момент они попали в точку бифуркации, точка выбора. Ты продолжаешь валить по интересу искренне и открыто. Именно открыто, открыться миру целиком. Но тогда тебя признают сумасшедшим. И тогда общество от тебя отвернется, и оно может лишить тебя денег. Более того, оно может лишить тебя жизни. Оно может лишить тебя научных трудов. Это то, что было в подсознании у Эйнштейна. У Теслы были более материальные факторы, да? А у Эйнштейна это именно желание оставить свой след в науке. Он реально жил. Жил наукой. Это вот человек в науке на самом деле. Офигенно человек прожил и был. Озарение своего в этих состояниях ребенка через мыльные пузыри. Вообще ляля. Он просто в точку смотрел. Те состояния, когда действительно ты можешь вытаскивать озарение осознанно. И вот когда это осознаешь, и человек в какой-то момент в точке выбора сказал, сказал, нет, я не пожертвую своими наработками, заслугами и так далее. И так впереди вагоны. И дальше. Инкарнация. И забыл. И отрабатываем то, что не отдал. Я не пожертвую своими заслугами. Заслугами. Это тоже те же деньги. Это одинаково. Да. Смотри, сразу что делает. Перекрывает. И дальше света нет. Все. Он остается здесь. И исчезает. И можешь показывать себе язык. Все равно не вспомнишь, что было. Пока не станешь чистым. Пока не станешь чистым. Зеркало должно быть чистым. И поэтому, помнишь, на самых ранних этапах инфодайвинга, когда мы только начали вскрывать надсознание, и мы поняли, какие сейчас пойдут бомбовые темы, особенно, когда мы трон сатаны вскрыли. Это же вообще реальное управление. Ты можешь залезть под сознание любого человека. Но нам казалось, что это вообще легко. На самом деле мы потом только поняли, что мы находимся в надсознании, а не в подсознании. Но это ловушка была. Да, ловушка конкретная. Но тогда уже осознавая, ты можешь влиять на любого человека, ты можешь управлять психикой любого человека, тебе надо, чтобы он взорвался вот сейчас? Он сейчас взорвется и проявит себя, как придурок там где-то, да? Но это неосознанный подход. И тогда такой соблазн. Это нельзя говорить людям. Этого нельзя выдавать. Помнишь, как разговоры шли? Наташа, что ты делаешь? Это нельзя людям. Этому нельзя людей учить. Это нельзя писать. И первая книжка написана же не сразу, как мы писали остальные слова. Вот идут озарения. И мы просто записывали. А первая книжка, она с опозданием во времени, она как воспоминание написана. Как воспоминание, да. Потому что нельзя, нельзя. Вот, ты открываешься, ты открываешься кому? Себе. Себе. Потому что этот мир, это есть твое отражение. Если ты хотя бы в один момент что-то закрыл, если ты переврал, что-то... Ты плюнул свой колобец. Свой колобец. Все. Нету магии. Тогда нету магии. Магия, знания. Именно знания. Можешь придумать себе сознание, можешь придумывать рептильную, можешь танцевать с бубном, можешь натирать зеркала, воск и так далее. Или катать яйца. Ну, это все не про знания. Это все про интеллект. Угу. Твой попугай разговорчивый такой. Это собака спит. А, это собака так спит, да. Попугай молчит. Она как ребенок разговаривает во сне. А свет, вот действительно, когда ты в человеке вскрываешь свет, это невероятно. Это невероятно. Опять-таки, вернувшись к вчерашнему погружению, да, страхи заменились на вот этот свет. И так... И слезы счастья. И люди пишут. И пишут искренне. И пишут такие вещи, которые ты никогда не напишешь чужому человеку. И я читаю, и я плачу, и я понимаю, блин, какую мы работу сделали. Это же реально сердца открыты. Это же люди, которые теперь смогут любить. Это реально счастье. Счастье. Это реально человек, можно сказать, родился. Да. Родился. А всего лишь мы вчера подорвали, просто расстегнули вот эту вот обертку, которую они были обернуты от родителей. Мы всего лишь конфетку раскрыли. Всего лишь. Заодно коллективное погружение. 50 сеансов психотерапии. Не факт. Не факт. Поговорим про эффективность инфодайм. Не факт. Насчет, да, значит, да, да, да. И заметь, у психотерапии потом нужны супервизии, нужны периоды отдыха у клиента, нужна иногда реабилитация, нужно в зависимости от того, в какой ситуации человек к тебе пришел. Там очень много еще чего нужно. А вот, а в инфодайвинге, чтобы не нанести вред клиенту в психотерапии, в инфодайвинге невозможно нанести вред клиента. Больше, чем он себе нанес в момент, когда ты его видишь, уже нанести невозможно. Все. Это равносильно, что тебе пригнали внедорожник, который проехал вот по той российской грязи, которую мы не смогли преодолеть, и пришлось переплывать, да. Вот, вот он по крышу такой приезжает, да, и ты его стекло ему лобовое, боковое протер, и говоришь, машину домывать будем или домоешь сам? И он уже видит, что он мой какой красивый, уже нам можно пахнуть. Да, и видит, на каком говне он ездит. Да. Надо ему оно или не надо. Инфодайвинг, знаешь, еще как можно, это витаминка. Витаминка. Смотри, витаминка, которая раскрывает человека, да, всеми красками. А смотри, а что делает лекарство? Я просто сравниваю психотерапию с нами, да, получается. Там же лекарство, там действительно лечат, там лекарство. Ну, лекарство что делает? Оно одно лечит, второе. Психиатр уже лечит лекарство. Да, ну, психатрия. Ну, значит, да. Психиатрия. Вот, психиатрия, да. А здесь просто вот одну витаминку, и все. Плацебка. Да. Хотя плацебкой инфодайвинг назвать нельзя. Мы не на плацебо сидим. То есть, если человек сейчас сассоциировал нашу работу с плацебо, да, а с плацебо, знаешь, у меня периодически там очень умные, они пытаются подкалывать, говорить, да мы же знаем, как вы работаете. То есть, если человеку внушить, что он там петух, то он будет кукарекать. На самом деле, ребята, внушения в субъективных состояниях нету. В субъективном восприятии механизма внушения нету. Как же вы далеки, ребята. Как же вы далеки, да. Это работа с системой, это полностью новый софт в компьютере. Абсолютно новый компьютер. Это апгрейд системы, это апгрейд всей системы полностью Это переключение ее, ну грубо говоря, там стоял роботрон, у которого там какой-то набор опций был А ты ему тудух вставишь, уже даже не винду, да, что-то следующее, я не знаю, что еще ставит, но у меня еще винда стоит Полностью обновление, чистота и искренность, это полное обновление внутренности человека Поэтому это не об этом, что гипнозом или влиянием Самое главное, что смотри, механизм обнушения там и не нашли Нет Оно только в объективном восприятии Оно только там, да В субъективном нет этого механизма То есть глобально, вот то же самое, кстати, в психике это есть И это, кстати, вообще объясняет, почему при множественности личностей То есть вот есть же медицинские зафиксированные факты Когда у человека было там две личности в теле И когда включалась маня, у человека был сахарный диабет Когда отключалась маня, включалась Варя, не было сахарного диабета И одна сидела на инсулине, на уколах А вторая вообще эти уколы не делала И это было одно тело, один человек То есть две личности жили в одном теле, ездили в одной машине Одна, у одной это была электричка, а у второй это была бензиновая И какую роль тогда выполняло тело И получается, если смотреть только с позиции объективности мира Только с позиции объективности То объяснить этот феномен в психике уже невозможно То есть тогда надо придумывать бесов, демонов Надо придумывать каких-то персонажей, которые там живут Эти персонажи уже придуманы, они есть в психике Но это персонажи удаляемые Это софт, его можно удалить То есть это не постоянный персонаж Вот тело ты ж не удалишь, иначе человек навернется Он пойдет на кладбище А персонажа в виде демона или беса ты можешь удалить Потому что это персонаж, который обитает Вопрос, каким образом он там поселился И какими функциями он там обладает, наделен Но он там есть Но это все такие моменты Это софт Это программное обеспечение А когда ты осознаешь, что ты можешь переключать Объективное и субъективное восприятие То есть есть два глобального режима работы И ты меняешь режим работы Как только ты вылетаешь в субъективное Ты объясняешь легко, каким образом Маня с Варей делят одно физическое тело И все И здесь не надо уже биться науке и делать Это Бог объяснит Блин, да возьми и объясни Ты восприятие поменяй И наука, хочешь не хочешь Да, науке тяжело отказаться будет Это же фундаментальный принцип материальности мира А инфодайм говорит Этот фундаментальный принцип Надо разделить на две части И смотреть на науку С двух восприятий Одно восприятие такое Где мир вторичен за сознанием Сознание первично А второе восприятие Материя первично, сознание вторично И тогда наработки в этой области Ты сможешь соединить с наработками в этой области Но если ты отрицаешь эту область Где сознание первично То ты, грубо говоря, разделяешь свое тело наполовину И говоришь, что у тебя нет левой руки Левой ноги, левого глаза И левой половины мозгов Потому что надо смотреть целостно А целостно Это значит, надо позволить быть обеим половинам И это логично И ты знаешь, меня Блин, может, это я так мир вижу Меня удивляет Это же уже сотни лет, когда науке Наука смотрит только на мир И вот эта материальность задвигает Я понимаю, когда материю задвигали люди Которые начинали науку Чтобы выделиться И не быть сожженными во время религии То есть там на костре инквизиции Я понимаю, что во времена Когда религия держала жестко власть Выделить научное течение Можно было только обманув Обхитрив религию Как можно было обхитрить религию? Это сказать Вот, этот камень лежит Я докажу, что он лежит И начинать с примитивных вещей То есть высокие люди, чины Смотрели на это и говорили Ну, дети играются в херню какую-то Пускай играются Вреда особого не наносят Но прошло 100 лет 200-300 И наука на сегодняшний день Особенно, когда вышел уже Квантово-волновой дуализм Когда стало очевидно Блин, ребята А ведь вот эту часть поставили под сомнением Просто она выросла Ребенок вырос Его не убили в зародыше Не сделали аборт И он вырос И на сегодняшний день Наука уже выросла И наука с религией Сегодня стоят вровень И в таком случае На сегодняшний день Религия выглядит как Старик со слабоумием То есть она переросла себя А наука в это время выросла И таким образом Вот этот сектор Должна занять наука Но чтобы его занять Этот второй сектор Надо признать первичность сознания То на чем сидит Религия Но вернуть ответственность назад Все это просто И это очевидно Просто об этом Никто не говорит вслух И если ты говоришь То ты сумасшедший Ребята Ну когда-то 150 лет назад Руки мыть Было сумасшествием И за это Доктора Великого Лечили электрическим током И отправили на тот свет Это всего лишь было 150 лет назад Можно конечно и сейчас сказать Что инфодайм говорит чушь Нет мы говорим Что в этом секторе Можно смотреть Субъективного восприятия И смотреть на те же научные вещи И вдруг оказывается Что тогда В астрофизике В астрохимии Уже нет тупика Квантовая физика Уже не упирается в тупик Уже можно разворачивать дальше А парадоксальность И сингулярность продолжится И два сектора Два тетрайдера Сакральная геометрия Вся об этом говорит Самое главное Что об этом Что меня Внутри Так Ну Сперва интересовало А потом Немножко Может быть даже Немножко грустно От этого было Да Не могу сказать ранило Но грусть была Это то Что очень многие Ученые до этого Доходили Вот мы же ходили В Эйнштейна Он дошел до этого Мы ходили в Хокинга Он дошел до этого Мы ходили в Декарта Декарт тогда еще Дошел до этого И они все молчали Они все боялись религии Упирались в нее Они упирались в религию Молчали И они шли на подмену И как только Они внутри себе лгали Они плевали В свой колодец И засыпали И все В следующей жизни Уже не было пробуждения И они снова заходили В этот круг сансары Потому что Они не использовали Свой шанс А если бы они Использовали свой шанс То здесь Опять-таки Вопрос осознанности Успели бы Или они До того Как их спалили Это все О развитости Цивилизации Ну это очевидно Почему наука Вот в этой концепции Поставила так материю На тех порах Там В 1600 год Это понятно Ну Нельзя было по-другому Не выжил бы Почему ты сейчас ставишь Сейчас же ты бы выжил Выжил Посмотри в каких условиях Находится королева Елизавета В Британии Она что в 1600 году В таком же положении была Нет Сейчас наука и религия Они уже Очень даже По-другому разговаривают Более того Сегодня среди Религиозных деятелей Я когда смотрю На Попу Римского Там есть очень образованные люди И мне очень нравится То что там Действительно есть Люди Которые могут Эти вещи осознавать И даже Даже где-то Своими мыслями Помогать науке То есть Это люди Которые уже из религии Говорят Да когда вы Блин Уже это увидите Когда вы вдруг Начнете думать По-другому Но это очевидно же Очевидно Очень видно Очень видно Очами видно Вот оно видно Смотри Наука и религия Начинают Объединяться Сотрудничать Да Сейчас Да Заметь Не конфликтовать Не конфликтовать А сотрудничать А ожидание идет Конфликта Ожидание конфликта А на самом деле Начинается Сотрудничество Да Начинается сотрудничество А ожидание конфликта И это Ожидание конфликта Это страх Который удерживает Это сотрудничество Сотрудничество у образованной части, а конфликт у необразованной. Да, да, да. И это тормозит вот это сотрудничество, слияние, объединение. Да, потому что один сектор, и религия могла бы помочь науке взглянуть по-другому, и это был бы расцвет, толчок. Но религия не пойдет на это, потому что это очень крупный бизнес на сегодняшний день. Кто же будет размениваться на деньги? И не понимает, что плюет в свой собственный колодец. Да, потому что все, кто стоит у руля, они все будут все равно инкарнировать и рождаться. А это в свой собственный колодец. В свой собственный колодец. И вот эта вот путаница, 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 путаница. А на самом деле? А на самом деле? Огонь, интерес, и вали поинтересу. Искренний интерес. А все остальное тебя догонит? Все. У тебя весь мир открыт. И мир открыт, да. И догонять тебе будет то, что ты создашь. Да. Что создашь, то и догонит. Не создашь, не догонит. И только интерес, только интерес. Видишь, как все просто и одновременно, оно очевидно, как ты говоришь, глаза видят, но боятся. Да, и каждый боялся своего. Декарт боялся быть убиенным, да. И уж потом и предали Анафиме после смерти, да. Да, и как. Страх. А Эйнштейн боялся потери научного статуса, научных трудов, чтобы его не признали сумасшедшим. Именно сумасшествия боялся Эйнштейн. А этот вот... И при этом, смотри, он боялся сумасшествия, да. И при этом он все равно, он сделал вот этот жест языком, когда он, да. Ну, он не выдержал. Не выдержал. Просто вот этот ребенок, которого он нашел, этот ребенок все-таки не выдержал. Но и в то же время и не выдержал, чтобы скрыть этот плевок свой собственный и торможение сразу. Угу. И Тесла то же самое. Угу. Но Тесла уже больше на материальном факторе. У каждого уже был свой. А Хокинг потому что зависимый был. Угу. Потому что болезнь. И вот даже интересно. Хокинг там даже болезнь была. Если вот рассматривать вообще, пойти в Хокинга, то у него болезнь там интересно раскроется. Болезнь у него интересно раскрывается. И будущее у него интересно раскрывается. Неординарная личность. Угу. Вообще так много всего интересного, когда заглядываешь. Мир, это вообще жизнь такая интересная. В ней столько всего интересного. Это вот, знаешь, кого мы сейчас с тобой напоминаем? Детей. Маленьких детей, которые лезут везде. О, это интересно. Это. И у этих детей мудрые родители. А кто родители? Мы сами съем. Мы сами, да? Если мы все. И они не ограничивают эти. Они просто наблюдают. Что мы делаем? Наблюдаем. И кайфуем сами за собой. И это, заметно, самый правильный подход в воспитании детей. Да. В возрасте до трех лет. Не ограничивается. Все интересно. А объяснять и помогать. Все, что требуется от родителей. Объяснять и помогать. А что вместо этого? Страх. Ор. Ни ходи. Нельзя. Поранимся. Упадешься. Разобьешься. Блазь. Давление. Да, да, да. Вот. И ребенок потом. Аутизм. И сразу ограничения. После двух лет хлоп и закрылся. И закрылся. На программах родителей. Да, да, да. Нет, а мы к своей кармической истории, своя грязь. Но эта грязь резонировала своя уже на грязи с родителями. Конечно. И как бы с тобой, да, на самом деле, если ребенка, вот до двух лет развивается аутизм, да, и если первые признаки аутизма увидел ребенка, убери от них этих родителей. Замени родителей. Замени. Неважно, кто растит. Бабушка с дедушкой. Заберите у этих хороших людей. Ну, просто они не умные в этот момент времени. И загружают не тем ребенка. Просто вот поменять все. Все, не надо никаких систем. Просто ребенка окуните в счастье. Вот на первых, не тогда, когда он уже развился, этот аутизм. Даже тогда ему будет лучше, да. А вот именно на первых порах увидел торможение. Просто поменяй родителей. Окуни ребенка в счастье. Туда, где его будут окружать счастливые люди, открытые, искренние. Все, ребенка ничего не будет. Он будет развиваться, расти. И никакой аутизм ему близко не разовьется, не придет к нему. Мы же просили родителей делать тесты, да? Вот 30 и выше. Обижаются, некоторые обижаются, не понимают. А это так. Вот даже то, что ты сказала, что на данный момент это родители, да, это не в обиду. Ну, это вот как раз таки, это не об поверхности, что сразу обидели, айда, суть. Это о глубине сна родителя. О глубине сна. Человек заснул в коллективном и не нашел индивидуальное. Все, нет индивидуальности. Вместо индивидуальности раздуваются мыльные пузыри, пустота. Вместо индивидуальности упреки, подстройка, выполнение чужих требований и так далее, и так далее, и так далее. И ты смотришь и понимаешь, нету человека, не нашел себя. Но ты же, если в этой жизни не нашел себя, ты в следующей, и будешь считать виноватым в этом родителей, ты в следующей будешь им мстить. А как ты будешь им мстить? Тебе захочется сесть в инвалидную коляску, чтобы они тебе жопу вымыли. А это уже вот, мы пошли уже в ДЦП, в эпилепсию, в тяжелый случай, да? Вот это об этом. Это вот так начинается. Это вот так начинается, а в следующей жизни это вот так проявляется. И можно жизнь прожить, вот, например, в Страдиваре секрет изготовления скрипки, и мастера становились все лучше, лучше, лучше. Сегодня эти скрипки стоят миллионы долларов, да? Но это же семья передавала от одного к другому мастера. Это что, они передавали? Это ты сам себе передавал, потому что тебе было интересно сделать охрененную скрипку сегодня. А ты что сегодня передаешь своему ребенку? Ту-ту-ту. Да, вместо знаний. И ты думаешь, что ты будешь вот такой в следующей жизни. Нет, ты будешь там. Ты будешь там. Ты себе это передаешь. Ты сам себе, ты просто, ты видишь свой путь, каким ты будешь идти. Ты сам себе передаешь. Зарываешься червячом в землю. Ты вверх идешь или вниз идешь? Вот и все, это ты идешь. И когда по роду, вот, как ты говоришь, Страдиварису это передавалось, да? Это не говорит о том, что надо детей. Все так, в роду есть музыка, допустим, да, слух у кого-то. Все, значит, этого ребенка посадил и давишь на него опять-таки. Нет, надо чувствовать. Ты покажи музыку ребенку, покажи. И увидишь, ребенок раскрывается навстречу музыке. Все, он будет сам. А ты видишь, что у ребенка есть искра вот этого интереса. Все, здесь можно, да, давать все. И слушать музыку, и преподавателей, развивать в эту степень, да? А если ребенку ты даешь и видишь, что ты его этим просто вот... Ну или даже ты сам просто давишь на этого ребенка, и поэтому он закрывается. Отпусти, просто отпусти. Смотри, у большинства мам, которые обращались к нам с аутизмом, стиль общения с детьми – это дрессура. Дрессуре учит аботерапию, дрессуре учат психологи. Куда ни придешь в обучающие центры, порядок, он должен знать конкретно. Вот, вы дрессировали и сделали удобное животное. Ты даже попугаю своему больше свободы даешь, чем детям дают. И сделали цирк. И сделали цирк. Клоунов. И потом театр детей аутистов. Капец. Смотри, а еще деньги собрать на реабилитацию родителей. Дельфинотерапия – это реабилитация родителей, это не детей реабилитации. Это родитель снимает свой психологический стресс под прикрытием ребенка, чтобы уехать из той среды, где у него уже напряжение через уши выходит. Но ведь это напряжение он создал себе сам. И когда говоришь об этом открыто, вы нас обижаете, вы то, вы то. Но такое длится до тех пор, пока в чат мамочек не попадает. Наши мамочки… Это поток. Как они? Это поток. Это поток. Омовение идет в течение пяти дней. Точно. И помоли человек так. Да, точно, я не туда смотрел. И так раз, и зеркало начинает делать раз, и включается. Наш чат мамочек – это красивый поток, золотой поток, который, как ты говоришь, омовенец. Так ты знаешь, даже я сама иногда попадаю, и вчера, например… И начинаю в этом потоке плыть, да? У меня вчера очень сильно штормило, мы большой слой подняли, да, и меня вчера реально очень сильно штормило. И я как раз получаю сообщение от Олечки из Австрии, и она приглашает нас приехать к ней. И я говорю, ой, блин, у вас же там эти визы, прививки. Она так, Наташа, что вы создаете? Молодец, какая классная. Это Коля Есс. Молодец. Как приятно вообще. Говорит, а у меня у всех прививки, а у меня и пособие выплатили, и все, и сказали, вашим детям не надо, и дети класс. Блин, вообще, и я понимаю, вот они наши мамы, вот они. Но они же к этому пришли, они волшебницами стали. Они стали так жить, они стали счастливыми. Блин, и вот фильмы, эти истории, все, это другие люди, и это такой кайф. Очищение, освобождение, это искренность. Та искренность, которая очищает и раскрывает весь мир. Да, это кайф. Протирает стекло. Блин, так и хочется приехать в эту Австрию, обнять эту Олечку, сказать, Олечка, какая ты молодец, блин. И сразу свет такой в душе, да, вот она чувствуется прям так, ух. Свет внутри сразу, потому что это реально до слез, до слез, потому что человек понимает. И мы же тоже люди, мы же тоже заваливаемся, суть понимает, да, и оно тут же зеркало. Суть, тум, что создадите, то и будет. Такой, привет, привет. И зеркало, свой человек. Ой, вообще, все так здорово. Смотри, и сразу объединение, чик-соединение, да, свое зеркало. Вот, свет с двух сторон. С чего мы разговор начинали? Свет под колпаком, и ты будешь толкать деньгами этот интерес, это все. Либо свет, и свет, и пух, вспышка, все, куча энергии, и все, все становится так, как надо. Так же, как вчера на погружении, да, вот у нас, у нас просто действительно вчера свет раскрылся, да. Вообще такое было. Вчера сильное погружение было, наверное, одно из самых сильных. Ну, видишь, техники перетекания сознания. Как ни крути. Это моща. С каждым разом. Это пальцем колбак. Да, это из этой серии. Так я понимаю, мы долго к этому шли, и мы уже подходили не раз, да. А смотри, не хватало малость, малость, малость. Не хватало глубины, не хватало чистоты. 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 Ну, вчера штормонулась. Потому что они сами себя вчера раскрыли. Вот это, они пошли навстречу. Искры эти, это все, я просто это знаю. А ведь смотри, вот этот момент, когда человек идет тебе навстречу, он не зависит ни от количества пройденных курсов. Да. Ничего. Вот смотри, сегодняшнее сообщение я тебе давала читать, да. Угу. Вот получается... Она же не была у нас, да. Нет. А человек сидит и ждет. А, да. А человек сидит и ждет, сделайте за меня. Да, это я про другое. И это я уже в который раз пишу, наверное, в третий раз пишу. Нет. Угу. Нет, вы это сделаете сами. Угу. Понимаешь? Вы люди разные. Тут закрытый, докажите мне, сделайте за меня. Нет. Мне больше всего... Всего, да, нет. Мне больше всего вчера, прям вообще, вот до глубины мужчины. Мужчины, скажи, те, кто... Ну, для них, как ни крути, мужчины сложнее идут на все это, да. А то вчера искренность такая чистая. Ай, как это было красиво. Да. Спасибо. 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 Продолжение следует...